Всем привет, дорогие друзья! Ну что, вы на канале Рыжего Фермера И сегодня мое видео будет посвящено Самой популярной женщине Вообще на этой ферме И это не обо мне Чтобы вы понимали, у вас есть вообще догадки? Кто это? Это не корова И даже не Василиса Лиса Это сирена Сирена в моем хозяйстве уже 2 года И сегодня я расскажу, откуда она взялась Какой у нее характер Вообще, каково это иметь осла Что с ним делать И будет ли у нас еще Ослы в хозяйстве Она бежит, она чует, что это про нее видео сегодняшнее Друзья, ну прежде чем мы начнем рассказ про сирену Я приглашаю вас в свой телеграм-канал Вы можете подписаться туда По нику Дарья7 Или по QR-коду, который приведет вас прямо в мой канал Там, знаете, новости Всегда первой свежести Они сразу, они в моменте А на ютубе все-таки приходится Немножко ждать, пока смонтируем Пока там доберем материал Для влога Вот, а там сразу, как есть Правда, матка Сегодня случилось Сегодня все об этом узнали Поэтому подписывайтесь Будет интересно И это, собственно, подарок Моего мужа Мне На рождение сына Сирена, не мешай, пожалуйста В общем, он подарил мне ее совсем малышкой Крохот И вообще, я никогда не мечтала о осле И когда В общем, я родила мужа Меня спрашивают Что ты хочешь? Ну, знаете, принято же дарить там машину Ну, это, конечно, утрировано Но все равно Мужчина что-то дарит на рождение Сыновей тем более Вот И я сказала А давай осла И вселенная меня услышала И я увидела На просторах интернета Предложение о продаже Осленка маленького Она была такая миленькая Такая потешная Малюсенькая Пушистая Плюшевая прям И вот она ко мне приехала И я прям офигела И рабочие мои офигели На самом деле Все офигели Что такие они бывают милашки И вообще, мне кажется До этого момента Нигде в интернете Я не видела Да, вот в блогах Что у кого-то живет осел И я вообще не знала Что с ними делать И как с ними совладать Какие они Это что-то смешно Между зайцем И лошадью Ты прикольная Такая Классная Ну не уходи Привыкай фоткаться Мы что-то будем сниматься всегда И Ашечка маленькая Она такая плюшевая Зайка Прям пушистая Как зайчик Изначально Когда ко мне приехала Сирена Я думала про имя Как ее назвать И у меня есть такая Традиция Я называю Животных Только после того Как я с ними побуду Какое-то время И вот Как захочется мне их назвать То есть какое имя им подойдет По характеру По каким-то может отличительным Качествам Так я их собственно и назову Это конечно не считается Животных Которые уже с именами приезжают Например багет Он уже приехал С таким именем И было бы Нехорошо Менять Бась Ты бы расчесался Перед съемкой А? Весь в колючках Иди Иди Постыдись Ну в общем вот Изначально Я сирену хотела назвать Яшей Не знаю почему Мне вот Я только думаю Яшу будет звать Почему Не знаю Нигде вроде не встречала Такого имени Но когда она приехала Ее отлучили Совсем в маленьком возрасте От матери Ну поскольку говорили Все вывозите Типа вы купили Давайте забирайте Вот она приехала ко мне В полуторамесячном возрасте Она оставалась одна Естественно все животные переживают Когда их отлучают от матери И она первые несколько дней Орала так Просто Что я офигела Думала Кого мы завели Как нам с ней жить Если она будет постоянно так орать Ну ты же девочка Ну ты же девочка Я не могу тебя взять с собой в кровать Понимаешь И я ее назвала сиреной Потому что вот она действительно Как сирена Громкая Бесячая Что слышат просто все А что ты кричишь? Она ходила за мной по пятам То есть я прям В прямом смысле слова Стала ее мамой Она прям хвостиком Она не подходила никому На хозяйство Мужиков она вообще боялась До сих пор она их так обходит стороной То есть я прям для нее мать И мы первое время постоянно с ней были вместе У меня всегда был маленький сын Мы вместе гуляли И она такая была классная Что мне до сих пор До сих пор хочется еще одного осленка Я кстати слышала Что ослицы очень ревностные К своей территории К своим хозяевам И в этот очередной раз Она прогнала найду Ты моя кто? Охранница, защитница? Первую зимовку Поскольку у нас зима была холодная Мне даже не успели прийти попоны А те что были Ослиные даже Я покупала с рук Они были огромные То есть она в них прям тонула Ну невозможно было никак ее закутать И я ей тогда одевала свою кофту В общем у нее была такая длинная Шерстяная кофта вязаная Она ходила у меня Даже кто-то из моих подписчиков Кто живет в моем городе Говорили, что можно я отдам Сирене старую дубленку И у меня сирена зимой ходила в дубленке То есть практически конь-пальто У меня на ферме был той зимой Их отношения с багетом Вообще изначально они не дружили У багета на то время был друг Шерри Который, к сожалению, умер год назад От болезни легких И он как-то ее вообще не воспринимал Кого там принесли, багет? Кого? Но потом он уехал Я вам уже рассказывала ранее в видео Что он уехал на постой Когда у нас началась стройка И на постой, где он был Были тоже кони И был тоже осел Практически моя сирена Даже порода такой же Я не знаю, какая у нее порода Но какая-то есть В общем, прям внешне Вот прям сирена И он вообще отказался от общения с конями С другими Он ходил только с этой ослихой Куда осел идет, туда и он Я поняла, что он скучает И когда он приехал обратно Все, они стали прям как два друга Багет без нее вообще никуда Ой, мы так скучали друг с другом Я сейчас так плачу Обалдеть, они что-то болтают и носиками, смотрите Трутся, трутся Он защищает ее от коров У нас было очень много случаев Когда коровы на нее Особенно когда загуливали Докапывались до нее Пытались ее как-то шпынять Багет всегда своим телом Закрывал ее ото всех И рядом с ним она прям чувствует себя в безопасности Потому что рядом с ним Она прям в поле ложится И когда Багет рядом Она спит прям расслабленно Знаете, она лежит на боку Голову кладет И вот она с ним как в полной безопасности Багет ее как старший брат Стоит только потерять Багету ее из поля зрения Все, он начинает кричать Он нервничает Он бегает ее и ищет Представляете, насколько у нее сильная связь Что-то зашла в наше логово А здесь только Багет А здесь Ирена Я что-то не поняла, что произошло Где она Солнышко, ты меня напугала Зовет себя Да тут она, я ее нашла Ты что, уснул, видимо? Что на садике? Что по характеру? Она Шкода Прямо Она еще малышка Она еще ребенок Ей всего лишь два года А слышит, будет 40 лет А ей всего два Представляете, вот еще вообще Еще вообще Мелкота Она шкодница Каюсь, есть мой косяк Она невоспитанная у меня То есть К ней лучше не подходить никому Кроме меня Иначе она может окусить Может запрыгнуть Я ее единственного Чему научила Это обниматься То есть, когда я подхожу Все, она меня начинает Голову Седоклась Не знаю, сейчас получится Нет, будешь обниматься со мной? Будешь? Ты еще рот открыл Закрой Иди ко мне обниматься Ну Не будешь на камеру Типа сильная Такая взрослая Независимая Ой, иди Ах Ну короче Вот это вот у нас Обнимашки Она просто Плацает Колову Сирена Все Ну вы поняли Она очень любвеобильная Я короче Хотела вам снять Такой сервис Типа Ой, вы соскучились По сирене? И она такая Выходит красивая Что за захват? Знаете, что еще Очень интересно Получается Два года назад Когда ей было Несколько месяцев Ее позвали В Москву Да, вы не ослышались Я работаю 8 лет блогером Нервничаю Снимаю контент Работаю без выходных А в Москву зовут Ее А меня чисто Как сопроводитель Ее позвали на шоу Видели видео Возможно Кстати Вы нас наблюдали И она маленькая Представляете Приехала в Москву В Останкино Ходила там Своими маленькими Копытцами По всем залам Снималось видео Ну, снималась В передаче Такая она Малышка Всех сводила с ума Все ее фоткали И были очень Удивлены Что такие ослы Милые создания В общем Все прошло супер Едет домой Она уже знает Куда идти Где ее ждет машина И что нужно Быстрее, быстрее, быстрее Бежать Вон, чтобы Не опоздать Милашка Всех покорила Все нафоткались Всех она покусала Как и лошадей Если мы хотим Потомства То их нужно Покрывать Примерно Ну, 3-4 года То есть я разговаривала С ветеринаром Мне сказали Ну, если ты хочешь Ты можешь Следующим летом Ее покрыть Ей уже будет Три года Да Три года Можешь ее покрыть Она тебе родит Еще маленьких ослят И я такая думаю Да, наверное Я хочу Но все-таки Ей нужен друг Как бы У меня так заведено Что каждый тварь По паре У всех есть друзья Надеюсь, к багету Тоже луна скоро приедет Коров Ну, у них там аж три Сирена одна То есть у кос Есть друзья Барану скоро приедут Телочки Да, две лисы Два кота Вот Я думаю Сирена Ты у нас без друга Надо сирене друга Думала Она себе Сама родит Но Вселенная меня услышала И недавно Мне пришло объявление О том Что продают ослика Мальчик 13 лет Кастрирован Заезжен, кстати Вот еще Вопрос на то Зачем вообще нужны ослы Вообще-то на них катаются И катаются довольно успешно Их дрессируют Они могут возить Какие-то По хозяйству вещи Да, то есть Им на спину Одевается Такое специальное Как седло С креплениями Они могут возить Все, что угодно Моя, конечно Возить, наверное Ничего не будет И пошлет нас Далеко и надолго Но там ослик Он прямо заезженный Он катает детей Он привык находиться в седле Сирен Дай мне снять видео Видите, она как чует Что она звезда сегодня Вот И вместе с седлом Можно его купить И уже сейчас Чтобы мои дети Могли кататься Мальчика зовут Томми Сокращенно Его зовут Хомяк Вот мы в раздумье И продаю Кстати, недорого По цене велосипеда 20 тысяч рублей Просто Даша Которая, знаете, себе Не платьишки покупает А ослов, например Наскопленные деньги Или лошадей Вместо отдыха Почему бы нет? Кстати, тут сразу встает вопрос А, собственно, куда ты его поселишь Если у тебя конюшня строится, да? Расширили конюшню Когда узнали, что приедет луна И, собственно, куда? Расширять-то уже поздно А тут я вам скажу Что я себя очень хорошо знаю И когда появилась попытка Расширить конюшню Я ее расширила настолько Что у каждого животного То есть у двух коней у осла Загон 3х3 3х3 для одного осла Это очень много То есть туда как минимум Три поместятся осла Так что Место есть Осталось только уговорить мужа Хотя муж такой, как вы слышали Он даже слушать не стал Кого я там Дэйдэбери, ты уже кого хочешь Вы же знаете Одним больше, одним меньше Пофигу Вот так что мы в раздумьях И сиреночка наша Надеюсь, тоже будет с другом Может, он ее перевоспитает А может, научит чему плохому Поживем, увидим Но эти уши, они бесподобны Кусай Я же говорю, она кролик Это что-то смежное Между лошадью и кроликом Она грызет, как кролик Музыка